Украинские банки чувствуют кризисные явления. Все из-за событий на востоке Украины, но и из-за внутренних проблем. Об этом мы общались с Романом Шпеком, главой Совета Независимой Ассоциации Банков Украины. Если говорить о состоянии украинских банков сейчас, то как на них отражаются кризисные явления в стране и с чем именно банкам приходится бороться в первую очередь? Ну, банки часть неотъемлемая, часть общей государственной экономической системы и те же проблемы присущие, что в целом государству и экономике. Это и проблемы войны, оккупации территорий и с ним связанные потери активов рядов банков в оккупированном Крыму, Донецкая, Луганская область. Это панические настроения населения и влияние на состояние пассивной базы коммерческих банков или, проще говоря, отток депозитов. И, значит, если на начало года заполнение банковских ячеек было 35%, сейчас оно более 85%, люди не доверяют не только банковской системе, а в целом государству, и деньги забирают со счетов, держат в ячейках. Это еще не так плохо, что хотя бы платят банкам за ячейки. И не выводят деньги из страны, это более важно. Вторая проблема – это то, что связано с падением экономики и все меньше тех предприятий, которые готовы брать кредиты и возвращать кредиты. Предприятия отяжены кредитами, не так легко принять риски по кредитованию в условиях снижения темпов экономического роста, снижения цен на основные украинские экспортные товары, тоже зерно, железная руда, продукты химии, сталь и тому подобное. И третья проблема, очень острая, я думаю, что власти в первую очередь должны это решать, это защита прав кредиторов. Это непреодоленная на протяжении нескольких лет ситуация с коррупцией в судах, в правоохранительных органах, где собственник, кредитор, инвестор не может получить законные решения, не может защитить свою собственность, свой кредит. Это в целом влияет на общий предпринимательский или инвестиционный климат, это ухудшает условия для работы коммерческих банков. Что более опасно, отток депозитов для банков или неприток инвестиций, может и заграницей, и новых депозитов? То есть люди панически забирают деньги, предприятия не могут возвращать. На сегодняшний день нет панического оттока депозитов. Тенденция оттока сохраняется, незначительная, но сохраняется. Но я говорю о том, что не начался приток депозитов в банковскую систему. И с этим коммерческие банки работают. И в первую очередь банки первой и второй группы прошли стресс, тестирование. Четко определяются задачи и сроки до капитализации коммерческих банков с тем, чтобы повысить платежеспособность конкретных банков и влиять на платежеспособность системы. Национальный банк поддерживает дальше определенные банки, которые имеют более высокие оттоки депозитов предоставлением ликвидности через кредиты рефинансирования. Но сейчас в этот период политика Национального банка более прагматичная. Они поддерживают здоровые банки, они поддерживают те банки, которые пользуются и будут пользоваться поддержкой акционеров. На ветер деньги не бросают. Я думаю, что самая главная задача сейчас для банковской системы сохранить себя, сохранить средства платчиков и акционеров для развития новых проектов. Я в это верю. Как много банков нуждаются в помощи со стороны Национального банка. И сейчас есть такая тенденция, когда обанкротился какой-то банк, его задолженности, его клиентов передают другим банкам. Это хорошо, что банки готовы принимать этих клиентов? Или все-таки Национальный банк здесь тоже должен помогать? Ну, во-первых, коммерческие банки не так легко могут решать свои проблемы посредством слияния или поглощения. Законодательство требует определенного упрощения, изменения. И сейчас Национальный банк инициирует такие изменения в действующее законодательство. Но те банки, которые имеют проблемы с ликвидностью, платежеспособностью, которые не пользуются достаточной поддержкой и помощью со стороны акционеров, они признаются проблемными, неплатежеспособными, и они передаются в фонд гарантирования вкладов. И средства вкладчиков депозитов защищены. Они имеют гарантию получения возврата депозитов в сумме 200 тысяч гривен. И сейчас стоит вопрос, как правильно с этими банками работать дальше, как продать те активы, которые могут иметь рыночную цену, что не только государство вкладывало в фонд гарантирования вкладов, не только за счет отчислений коммерческих банков наполнялся фонд гарантирования, а также за счет реализации имущества активов тех банков, которые признаны неплатежеспособными. Самое главное, чтобы это было на рыночном принципе. И много коммерческих банков будут готовы покупать и банки, и покупать в портфеле, и тем самым помогать формировать те необходимые ресурсы для выплаты средств вкладчиков. То есть Нацбанк начал не только помогать заемщикам и потребителям, но должен начать помогать и коммерческим структурам, для того, чтобы они чувствовали себя сейчас не оставленными на произвол кризиса, Ну, Национальный банк, он регулятор, он не скорая помощь, он должен создать такие условия, и они пытаются это делать, чтобы работали рыночные механизмы, и чтобы на основе здоровой конкуренции коммерческие банки могли конкурировать за право приобрести тот или другой актив. Когда вы говорили «прагматичная сторона Национального банка», это скорее, если говорить на медицинском термине, «дали антибиотики в кризисные времена, и вот сейчас должен спасть жар, паника со стороны населения, и тогда мы увидим улучшение здоровья финансовой системы». Ну, финансовой системы вместе с экономикой. О будущем банковского сектора Украины мы общались с Романом Шпеком, главой Совета Независимой Ассоциации Банков Украины. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцов, специально для ДУКа Скоби ТВ из Киева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!